Гаражный замок и мощные петли участковый снял еще днем. Дверь квартиры Горюновой теперь открывалась только старым ключом советских времен. Олегу даже отмычки не понадобились. Просунутая в щели отвертка легко отжала защелку. Боясь скрипа в ночной тишине, Крылов чуть приоткрыл дверь, проскользнул внутрь и только тогда включил фонарик. Он прошел на кухню и плюхнулся на табурет. Предстояло мучительное ожидание. Свет включать нельзя, курить нельзя, кофе заварить и то нельзя. И если бы была уверенность, что убийца появится сегодня, тогда можно и потерпеть. Но Олег умел ждать. Надо только не напрягаться, ни о чем конкретно не думать. Мысли должны свободно скользить по удобным им темам. Вот сегодня ровно шесть лет, как я ушел с государевой службы. Старшим оперуполномоченным был, а сейчас мог бы быть начальником отделения или того выше. Сейчас очень быстро идет рост у тех, кто остался. Все активные разбежались. Вот и есть простор для роста. Интересно у нас рыночную экономику делали. Все знали, что из казны воруют, а органы безопасности в черном теле держали. Когда вокруг крутится много денег, то это вроде полива для огорода. Это и овощам полезно, и сорнякам. Вот только сорняки прут мощнее и быстрее. Пропалывать надо. А кому это делать, если все честные и деловые разбежались? Вот все вокруг и заросло. Да так, что за сорняками ничего не видно. Тут уж не полоть надо, а косить и перепахивать. Звук открываемого замка Олег услышал сразу. Он медленно поднялся и отошел в нишу возле мойки. Даже если включить свет, то за углом его не будет видно. Но тот, кто пришел, тоже был с фонариком. Его действия Олег определял по звукам. Вот скрипнула дверь шкафа или кладовки. Вот по звякивании скрежет. Очевидно, преступник вытаскивает складную стремянку. Вот он установил ее в холле и пробует встать на ступеньки. Крылов решил, что брать злодея лучше, когда скрипнет четвертая или пятая ступенька. И действовать надо решительно. Сверкнуть фонариком в морду и заорать. Руки вверх. Олег понял, что посетитель залез уже довольно высоко. Надо готовиться к захвату. Он осторожно вышел из ниши, приготовил фонарик. Но новый звук заставил замереть и Олега, и того, кто стоял на стремянке. Во входную дверь кто-то подергался и начал скрежетать замку. Дальнейшее произошло за несколько секунд. В холл влетел новый посетитель. И он тоже был с фонариком. Первый гость, понимая неудобство своего положения на шатких ступеньках, попытался спуститься. Но это ему не удалось. От страха он рухнул вниз к входной двери и навалился на второго гостя, используя его как опору. Потом последовали возня, жалобный вскрик, звук падающего тела и стук каблуков по лестничной площадке. Вбежав в холл, Олег успел заметить силуэт в дверном проеме. Машинально он рванулся за убегавшим, но споткнулся обо что-то грузное и мягкое. Он пролетел вперед и упал, ударившись плечом и головой о дверной косяк. Сам Олег лежал уже за порогом. А чье-то грузное и мягкое тело осталось в холле квартиры. Оно шевелилось и издавало жалобные звуки. Пока Крылов поднялся, растирая ушибы, пока нащупал фонарик и осветил холл, стоны прекратились. Наметанным глазом Олег определил, что через некоторое время лежащего здесь человека будут именовать в протоколах не иначе, как труп. А на улице послышался рокот мотора и виск шин, петляющего по двору автомобиля. Олег вернулся на кухню, протер стакан, крышку в столах, кран холодной воды, проверил свои карманы, затем, стараясь не наступать на темную лужу вокруг тела, переступил через него и, взявшись за ручку носовым платком, легко и без стука закрыл за собой дверь. Олег знал за собой эту черту и очень ею гордился. В самые критические моменты он мог действовать очень спокойно и рассудительно. Было бы неправильно говорить, что он совершенно не волновался, споткнувшись о труп. Это только лежащему в холле старику теперь все было до лампочки. Но Олег умел на время загнать свои эмоции в дальние уголки подсознания, запереть их там, чтобы не мешали планировать и действовать. По лестнице он спустился, пригнувшись и прикрывая лицо. Мало ли кто, разбуженный грохотом в пустующей квартире, притаился за стекляшками дверных глазков. Из подъезда он сразу нырнул под защиту темных густых зарослей. Лишь метров через двести, когда его уже нельзя было заметить из окон соседних домов, Олег вышел на тротуар возле одинокого тусклого фонаря и осмотрел себя. Крови на одежде не было. Старик сразу получил удар в грудь и упал лицом вниз. А Олег, споткнувшись, скользнул сверху по его спине. Странно. Похоже, что тот, кто убил старика, именно этого и хотел. Иначе зачем у него в руках был нож? Нож или отвертка, который тот открывал замок? Олег вспомнил, как три часа назад он сам открыл замок отверткой и вошел, выставив правую руку вперед. Он шарил ею в темноте незнакомой квартиры, чтобы не наткнуться на кого-нибудь. Да, фонарик Крылова зажег только через несколько секунд. И если бы в этот момент кто-то свалился на него со стремянки, вполне бы мог случайно наткнуться на отвертку. Метро было уже закрыто. Вернее, оно еще не открылось. Выходить на трассу и ловить машину Олег не хотел. В данной ситуации это опасно и глупо. Вполне можно нарваться на полицейский патруль с проверкой документов. Сейчас это не так страшно, но завтра, когда в соседнем доме обнаружится труп, о ночном прохожем могут вспомнить. Олег перебежал пустынную улочку и снова углубился в заросли. И это был уже не садик у дома, не сквер, а большая роща, переходящая в лесной массив. Здесь можно спокойно дождаться потока первых тружеников, спешащих к метро. Ожидать удобнее всего оказалось на детской площадке, на длинном низеньком столе, стоявшем под навесом. Это не на голой земле. И есть крыша над головой. Растянувшись на фанерном ложе, Олег задался коварным вопросом. Спать или не спать? Лучше потерпеть полтора часа и принять вертикальное положение еще до прихода собачников. Это очень любопытная публика, а лишние свидетели сейчас не нужны. Ему было чем занять себя эти полтора часа. Лицо убитого он рассмотрел. По возрасту это вполне мог быть Вавилов. Олег никогда его не видел и знал лишь по рассказам старушек. И ключ от квартиры Горюновой у него вполне мог быть, как у периодически приходящего мужа. И так допустим, что это был Вавилов. Он просто пришел за чемоданом на антресолях. И если бы не второй визитер, то Олег вполне мог скрутить старика. И сейчас Вавилов сидел бы уже в кутузке, а журналисты, возможно, выпустили бы. Но сейчас все только запуталось. Мог Вавилов убить Нину Ивановну? Мог. Но кто тогда убил его? Если убийца один, то это не Вавилов. Олег чувствовал, что очень хочет спать. А весь анализ ситуации сводится к примитивным и дурацким вопросам. Через несколько часов он выложит всю информацию Савенкову и пойдет спать. Пусть мудрый шеф Савы сопоставляет факты, анализирует. И вообще, пусть начальство решает, как дальше ловить этого убийцу. Этого или эту. Простая мысль заставила Олега даже приподняться на его жестком лежаке. А действительно, почему эта убийца не может быть прекрасная Галина из хозяйственного магазина? Она знала о чемодане это раз. Она любила деньги. Это два. Она не любила Вавилова. Это три. Ей неплохо, конечно, получить большие деньги и Вавилова в придачу. Но гораздо лучше только деньги. И без Вавилова. С помощью этого чемодана старик хотел купить молодую невесту. Но Галина Семеновна сама могла проделать тот же финт и прикупить себе молодого жениха. Тут есть с чем сравнивать. Тридцатилетний парень или Вавилов. Это две большие разницы. Тут не высшая математика. Тут простая арифметика. Олег встал и попытался припомнить увиденный им силуэт в дверном проеме. Но он представлялся ему бесполой тенью, разве что в брюках. Пытаясь помочь своей памяти моторикой, Олег закрыл глаза, сгруппировался, как тогда на кухне, и бросился вперед. Он резко повернул голову в сторону воображаемой двери. Мелькнувший в его сознании силуэт обрел довольно пышный, виляющий женский зад. Олег решил повторить опыт еще несколько раз. Он напрягся, готовясь к прыжку, и с закрытыми глазами ворвался в холл квартиры. Хорошо, что никто не видел его на детской площадке в пять утра. Это была еще та картинка. Редакция газеты «Актив» оказалась более внушительной, чем ожидал Савенков. Охрана щеголяла в камуфляже, в коридорах сверкал мраморный пол и дубовые двери. В кабинетах было обилие молоденьких редакторов, кожаных кресел и импортной техники. Редактор издания Илья Фокин, приглашая Савенкова, был предельно учтив и любезен. «Я мог бы приехать к вам, но обстоятельства так складываются. Не могли бы вы сами приехать ко мне? Я буду весьма вам признателен и благодарен». В телефонном разговоре Фокин ни разу не упомянул Дмитрия Назарова, своего ведущего корреспондента, который печатался под псевдонимом Азаров. «Или он чего-то опасался, или таким образом проявил уважение к Савенкову. Мы, мол, солидные люди, и так понимаем, о чем пойдет речь». Савенкова явно ожидали в редакции. Ребята на входе пропустили моментально. Едва взглянули в паспорт и сразу, чего обычно не делается, взяли под козырек. А тремя ступеньками выше его уже ждала длинноногая девушка от Фокина. Она повела Савенкова по ветвящимся коридорам, постоянно оглядываясь и улыбаясь какой-то заграничной улыбкой. Фокин встретил сыщика как самого высокого гостя. «Мне очень неловко, уважаемый Игорь Михайлович. Мне, мне надо было к вам приехать. Хотите кофе, виски, коньяк? Понятно, я тоже на работе». «Я за рулем». «И я за рулем. Но в переносном смысле. Наша газета мчится вперед, а соседние здания так и норовят подрезать, в бок ударить и грязью облить». «Понимаю, Илья Васильевич. В нашем деле тоже рулить приходится». «Совершенно не то, дорогой товарищ Савенков. У нас в средствах массовой информации совсем иной мир. Зависть, подставы, погоня за рейтингом. Страшная вещь. Все ниши уже заняты. И поднять себя можно, лишь утопив соседа или угробив коллегу-журналиста. Это я в переносном смысле сказал. Но пока у вас все в порядке. Ваш актив в первой десятке, как я понимаю. В первой пятерке. А в интеллектуальной среде, которая не читает бульварных листков, даже в первой тройке. Но крах может наступить буквально завтра. Вы меня понимаете? Крах? Из-за Назарова? Именно. Если бы Дмитрий писал о сексе или о политике, то это не так страшно. А его конек — это борьба с преступностью и чистота рядов соответствующих органов». «Да, это очень острые темы. Именно, товарищ Савенков. Боролся с оборотнями, а сам старушку убил. Нет бы хулигана или полицейского. А старушка — это совсем другой спрос и другой эмоциональный подтекст. Вы меня понимаете?» На Петровке Савенков бывал часто. Его старинный друг генерал Дибич никогда не отказывал ему в аудиенции. И делал он это открыто, хотя понимал, что в какой-то момент контакт с Савой может выйти ему боком. Он хорошо знал, что не все методы этого детективного агентства находятся в рамках закона. Как старый правовед, Диби четко понимал, что это не есть хорошо. Но как профессиональный сыщик он осознавал, что иначе нельзя. То есть работать иначе можно, а получить результат нельзя. Правильно говорят, что с преступностью нужно воевать. А на войне — как на войне. В конце концов, и партизанское движение лежит вне рамок классических законов войны. Иначе сам Кузнецов, стрелявший гаулейтеров на улице Львова, выглядит как банальный террорист. Нет уж, на войне цель всегда оправдывает средства. Правда, если цель благородна, а средства моральны. Моральны, а не обязательно законны. Конечно, Дибич мог лишь рассуждать так, оправдывая партизанские методы Савы. Но сам за границы закона выходил очень робко. Он редко нарушал правила. Общая поддержка Савенкова была одним из таких нарушений. Иногда Дибич страховал Саву, иногда снабжал ее информацией. И если не секретной, то уж точно для служебного пользования. И сегодня он планировал сделать это, зная, зачем к нему рвется Игорь Михайлович. — Ты, Игорь, остынь. Я готов с тобою согласиться, что не виноват этот журналист. Да, он не убивал. Но отпустить его мы не можем. Савенков попытался вложить в свой отчет как можно больше иронии и издевательского сарказма. — Спасибо, генерал. Большое вам спасибо. Чего еще ждать от новой полиции? Не виноват человек, но сидеть будет. Все сидят. Только Дибич сидит в кабинете с кондиционером, а Назаров на нарах с двумя десятками жлобов. — Сам виноват. — И чем же это, господин генерал, виноват молодой журналист? Или он слишком активно Петровку трепал? Так у него газета так называется. Актив. Вот он и активничал. — Не надо мне такие гнусности приписывать. Я за критику мстить не стану. А Назаров твой сам виноват. Он вляпался в историю. — Чем он виноват? Готовил парень статью, зашел к старушке, а она лежит с ножом в груди. Он попытался ей помочь, испачкался в крови и пальчики везде оставил. Все. — Нет, Савенков, не все. Он сбежал с места преступления. — Сбежал потому, что вас испугался. У нас полицию не уважают, а боятся. Он струсил. Вот теперь и пожинает плоды. Но и это еще не все. На вот, читай. Савенков без энтузиазма взял лист с темной ксерокопией рукописного письма на клочке бумаги с ладонь величиной. Стало понятно, что он зря кричал на Дибича. Тот, очевидно, знает что-то важное, очень осложняющее судьбу Назарова. Савенков начал читать, чертыхаясь по поводу старого ксерокса. — Второй раз прошу тебя, друг. Пошуруй в той квартире. Пусть поймут, что не только я там был. Когда выйду, я все оплачу. То, что ты всегда хотел, твое будет. Записка была странная. Без конца и без начала. Савенков сообразил, что это написано рукой Назарова, и что достали ее в бутырке через свои возможности. Потому, вероятно, она и неполная. Не успел человек дописать. А первой записки у них нет. Не перехватили. Была бы, Дибич и ее дал бы. Вот так, Савенков. Без этой записки твоя правда. Убийца Горюновой и Вавилова, скорее всего, один и тот же человек. Значит, это не Назаров. А с этой писулькой другой расклад. Журналист убил Горюнову и попросил дружка создать ему алиби. Тот влез в квартиру и случайно убил Вавилова. Складно? Это только одна из версий. Да, Савенков, но очень убедительная. И вполне достаточно, чтобы не выпускать Назарова. Согласен? Согласен. А Назаров что говорит? Молчи, журналист. Этот дурак Бухонин сразу ляпнул ему про записку и про второе убийство. А Назаров все сам сообразил. Второе убийство вполне мог совершить тот, кто первую записку получил. Значит, теперь Назаров заказчик, наводчик и соучастник. Вот он и молчит. А адвокат? Тоже молчит. Молчит и улыбается. Черт его разберет. То ли он первую записку передал, то ли в глаза ее не видел. За это время из камеры Назарова трое на волю вышли. Мог кто-нибудь из охраны вынести. Они замолчали, чувствуя, что дальнейший разговор бесполезен. Каждый знал, о чем можно спросить. И каждый знал, что ему на это можно ответить. Немного поговорили о семье, о детях. И уже перед уходом Савенков опять зацепил дело Назарова. Странный следователь этот ваш Бухонин. Он другие версии прорабатывает или нет? Почему он только в журналистов цепился? Я же говорил, что бабки у подъезда в то утро видели племянника Горюновой. Его-то вы нашли? Ищем. Объявлять его в розыск нет оснований. А дома он не появляется. Понятно. Слушай, Савенков, есть у меня парнишка. Корин Слава. Я лично просил его внимательно поработать по делу Горюновой. Правда, его сразу же на другое перебросили. Но кое-что он наковырял. Ты ему позвони. Вместе найдете этого племянника. У него еще фамилия какая-то хитрая. Уколов. Вот-вот. Мы его ищем, Игорь. А он где-нибудь на дно залег. Уколов укололся и упал на дно колодца. В последние дни Дима Назаров часто вспоминал мудрую поговорку «Весь век учись». Он многое знал в жизни, но здесь, в камере СИЗО, начал учиться заново. Того, что нужно было здесь, он почти не знал. Камера Назарова была довольно спокойной, правильной хатой. Постояльца с тюремным опытом здесь было меньше половины, но остальные непонятным образом тянулись к ним и быстро впитывали принятые в подобных местах правила. Они понимали, что, возможно, надолго попали в чужой монастырь и хотели жить по его законам. Правда, здесь это называлось «жить по понятиям». Назарова приятно удивило лишь одно. Матеряться здесь значительно меньше, чем на редакторских летучках. Оно и понятно. Народ тут очень ранимый и нервный. Случайная мать, вставленная в разговор для связки слов, могла стать причиной смертельной обиды. Новичок, который без понятий, очень просто мог оказаться головой в параше. Несложными для Назарова оказались и многие другие правила здешнего общежития. Нельзя, например, ронять хлеб или ложку. Нельзя плевать на пол. Нельзя, в конце концов, садиться на вмурованный в углу унитаз, когда кто-нибудь ест или пьет. Уже вскоре Назаров увидел, как встречают в камере новичков. При этом он очень удивился, что ему удалось избежать целой серии не злых, но довольно болезненных подлянок. Так, одного из прибывших настойчиво заставили подраться с нацарапанным на стене злым мужиком. Отказаться было нельзя, и парень остервенело стал лупить кулаками по шершавому бетону. Когда он в достаточной степени сбил руки в кровь, его под общий хохот объяснили, что всего-то надо было сказать, а пусть тот, кто на стене, ударит первым. Десятки подобных шуток составляли традиционную тюремную прописку и были одновременно развлечением для давно прошедших эту церемонию. Трудности переносятся намного легче, когда видишь, что в данный момент кому-то еще хуже, еще больнее. Назарову удалось избежать не только прописки, но и Кристин. Попавший в тюрьму без клички вполне может быть кинут на решетку. Его заставят орать в окно и просить соседней камеры дать кликуху. При этом в ответ можно услышать что-нибудь обидное или оскорбительное. Дмитрию повезло, он сразу открыл свою масть, а статья «За умышленное убийство» была здесь почитаема. Кроме того, использовав материалы своих статей, Назаров намекнул на свои связи среди уголовных авторитетов. Он смог произвести впечатление очень важного и нужного всем человека. Местный камерный смотрящий по кличке Голубь сам окрестил Назарова. Раз журналист, то писатель. Или писака. Конечно, и кличка писака была не самая благозвучная, но Назаров воспринял ее спокойно. В ее основе благородная профессия. А главное, что кликуха нужна ему была на неделю. В этом он был уверен. И адвокат внушал доверие, и Савенков кое-что обещал, и Фокин не оставит в беде. Он не допустит пятна на своем любимом активе. Покровительство Голубя было приятно и полезно, но базар с ним ничего почти не давал. С такими, как у Назарова, уликами он лишь ответовал идти в полную несознанку и гнать гусей. И если по первой части Дмитрий был согласен, то строить из себя дурака ему не хотелось. Он был очень гордый. Правда, планы поведения на следствии хороши, когда активно идет это самое следствие. Но за неделю Бухонин вызвал его только раз. И это была формальная встреча для бумажки, для протокола. — Поймите, Назаров, я готов поверить, что вы не убивали. Значит, есть настоящий убийца. Но кто его будет искать? При ваших уликах никому не нужны новые приключения. — Я понимаю вас, гражданин следователь. — Мы готовим ваше дело для передачи в суд. Улик будет достаточно. Отпечатки пальцев, кровь на одежде, свидетели вашего бегства. И если вы из Назаров не сознаетесь, то вы злостный преступник. И суд даст вам максимальную меру. Сообразили? — Сообразил. — Но я же не убивал. — Это детали, Назаров. Надо сознаваться. Найдем мы с вами линию поведения, разжалобим суд и смягчим приговор. — Пять лет сидеть или десять? Это большая разница. Логика была железная. И трудно было возразить. И Назаров не возражал. Он больше молчал, надеясь на чудо. Почти сразу после первого допроса Голубь предложил Назарову написать записку. Он сказал, что есть, мол, возможность натянуть провода или связь с волей установить. Первая записка ушла успешно. А через несколько дней со второй получилась накладка. Осмелевший Назаров начал писать ее прямо в камере, за столом и в разгар дня. Охранник, вызывавший его на допрос, не только выкрикнул фамилию, а открыл дверь и шагнул в хату. Назаров испуганно вскочил и замер. В правой руке он держал обломок карандаша, а в левой — неоконченное письмо на развернутой коробке от Примы. Этот второй допрос доставил Бухонину истинное наслаждение. Убийство Вавилова давало некий шанс журналисту, заставляло сомневаться в его вине. Но с запиской все становилось на свои места. — Так, Назаров, доигрались. Второе убийство на вашей совести. Придется все переквалифицировать. Я на вас целый букетик статей навешаю. Что, скажете, опять вы не виноваты? — Я не убивал. — Так. А зачем вы направили человека на квартиру Горюновой? Для визуального осмотра? — Нет. Вам нужен был шум. Лучше всего совершить убийство тем же способом, что, собственно, и произошло. — Я не убивал. — Сознавайтесь, Назаров, кому вы писали? Кто еще входит в вашу банду? Полиция огородила подъезд лентой, и все зеваки стояли вдалеке. Среди них прятался Ефим Уколов. Он думал о своих проблемах. Мне конец. С чемоданом все сорвалось. Теперь Гера меня живым не выпустит. Сейчас можно только лечь на дно и долго скрываться. В тот момент, стоя около злополучного дома тети Нины, Ефим думал только об этом. Полагающиеся в такой ситуации мысли о вечной памяти в его голову не приходили. Еще Уколов понимал, что торчать в этом дворе, где многие его знают, опасно. Но и уйти он не мог. Он ждал выноса чемодана. В самом конце вынесли бедную тетку, а чемодан, должно быть, остался в завалах старухиного барахла. Где-то на антресолях. Он ушел только тогда, когда все успокоилось. Ушел не домой. Там его наверняка уже ждала полиция с наручниками. Фима перелистал записную книжку и нашел ту, которая обязательно его примет и о которой почти никто не знает. Маринка жила в Солнцево. Это только он, Ефим называл ее так. Для всех остальных она была Марина Аликосеевна, ведущий химик в разваливающем Синеи. Эта женщина называла себя сравнительно молодым доктором наук. Возможно, для ученой степени она была молодая, а для Фимы так почти пожилая дама. Она приехала в Москву из маленького северного городка. По этой причине и за то, что очень упорно грызла гранит науки, получила прозвище Ломоносов. Она с боем пробилась в аспирантуру, с блеском защитила кандидатскую, получила высокую должность и маленькую однокомнатную квартирку в Солнцево. Почти полный жизненный успех. Но к 35 годам Марина знала о любви лишь понаслышке. Это романы из школьной программы, парочки на лавах, поцелуи, виденные на экране. Вот тогда она и встретила Ефима, которому было только немного за 20. Вернее, это он встретил ее. В свои молодые годы он уже считал себя достаточно опытным в амурных делах. И когда от скуки он начал составлять список своих постельных связей, то сбился на третьем десятке. Главное, он научился по первому взгляду безошибочно делить всех особ женского пола на две категории – хочет и не хочет. Он знакомился с разными девушками и женщинами возрастом от 15 до 40. Но все они были из одной категории. И с ними ему всегда и все было ясно. Что должен говорить он, что ответит дама и когда она допустит до своего тела – через час или через день. Марина явно была из второй категории. Если она и хотела, то не знала об этом. И именно в этом был интерес Ефима. Что за удовольствие стрелять по мишеням в упор? Ты попробуй попасть со ста метров. Это заманчиво, даже если мишень – это ученая в обла в очках. Уколов не ошибся. Он добивался ее почти месяц. Но финал был поразительным. Марина сдавалась совершенно ошеломленной происходящим и воспринимала Ефиму как второе пришествие. Разве могли парни взволновать те, которые отдавались легко и беззаботно? Или которые, изображая невинность, кричали «нет, нет, что ты делаешь?» И при этом принимали более удобную и привычную позу. Но Марина, конечно, не стала для него единственной. Он приходил к ней по нескольку раз в месяц и почти всегда без предварительного звонка. И она встречала его радостно, как любимого мужа, вернувшегося после недельной смены. Так было и в этот раз. Марину лишь взволновали многочисленные ушибы и царапины, которые он приобрел, кувыркаясь в Мерседесе на Минском шоссе. Но вскоре она даже обрадовалась возможности проявить заботу и покомандовать. Она сама долго мыла его в ванной, потом в ход пошли разные мази, йод, лейкопластырь и бинты. Завершив работу, Марина оглядела голову пациента с белыми отметинами и начала раздеваться сама. В последнее время она постоянно хотела, чтобы скорее произошло это. В первые годы их знакомства она лишь подчинялась его настойчивым требованиям. И при этом Марина всегда выключала свет и закрывала глаза. Но все это было очень давно. К сорока годам она разошлась или, как говорил Фима, раззадорилась. Она сама начала теребить уколово, требуя, чтобы все было ласково, медленно, долго и вкусно. Работы Фима, раз сам на свою голову научил меня всему. Впервые на следующий день Ефим никуда не торопился. И Марина, позвонив на работу, взяла отгул. Потом еще один. Потом она попросила у директора института целую неделю за свой счет. Ее глаза так светились счастьем, что шеф не мог отказать. За эти дни уколов всего несколько раз выходил из дома. И только вечером, когда начинало темнеть. А приходил он иногда в полночь или даже в три часа ночи. Особенно надолго задержался он в то утро. Марина просто ждала его у окна, и пока было темно, не волновалась. Потом очень быстро начала нарастать тревога. С рассветом она уже просто не знала, что делать. Тем более, что она не знала, что два часа назад в квартире, где еще недавно жила тетка ее Ефима, кто-то убил старого бабника Юрия Вавилова. Олег Крылов уже три дня искал Ефима Уколова. Сначала он вышел на молоденького оперу «Славу Корина», о котором говорил Дибич. Тот слышал лесные отзывы генерала о Крылове. Поэтому парень выложил на стол старые ежедневники и записные книжки. Оба прекрасно понимали, что все это хозяйство из квартиры Уколова, хотя законного обыска там не проводилось. Корин с жаром рассказывал, как он лично вскрывал замок, а Участковый стоял на стреме. — Поверь, Олег, сорок секунд, и я два замка сделал. Не очень богато живет этот Уколов, но и не бедно. — Средний класс? — Да, совсем средненький, а вот до баб он очень охочий, у Уколова целая полка ярких журналов. — Про что? — Про это. Гнусная, крутая эротика. И парочки все в разных позах. Я сам листал и чуть не застрял там. Участковый еле меня оттащил. — Ему понравилось? — Вот и нет. Ты поверь, Крылов, он даже не взглянул на эту красоту. Мне, говорит, баба без интереса. — Бывает, Слава. — Не дай бог, что и мне когда-нибудь будет без интереса. Сразу застрелюсь. В записных книжках было не менее ста телефонов. Половина из них явно деловые связи, а остальное — женские имена. Слава Корин, пока его не перебросили на другое дело, успел установить все адреса, но отработал только пять из них. На следующий день Олег начал обход. Он приходил без звонка и почти сразу же называл цель визита. Он просто спрашивал, «Ефим Уколов у вас?» Возможно, он переоценивал свои способности как физиогномиста, но был уверен, что первую моментальную реакцию трудно скрыть. Правда, женщин понять невозможно. Они всегда настроены на кокетство, на игру, на обман. Но если застать их врасплох, то можно что-нибудь заметить. После седьмой встречи Олегу стало скучно. Уж очень все эти девушки были какие-то одинаковые. Их ответы про Ефиму Уколову отличались только датами, когда состоялись прощальные встречи. Сейчас Фима их уже не интересовал. А вот Олег, этот широкоплечий блондин, очень заманчивый парнишка. Он сам пришел и довольно глупо использует вопросы об Уколове как повод для знакомства. Одна дамочка даже силой пыталась затащить Олега к себе на чай. Впрочем, кое-что Крылову удалось узнать. Три девицы упомянули, что Уколовы много лет держала на крючке странная старуха. В разных описаниях это синий чулок, ученая вобла, профессорша или химичка. Лишь одна дамочка вспомнила, что эту коварную змеюку звали Мариной. Две Марины из блокнота Уколова не подошли. Теперь Олег ехал в Солнцево. Кто и неизвестный, против телефона которой стояла одинокая литера М. На звонок долго не открывали, но Олег чувствовал, что за дверью кто-то есть. Он отступил на шаг и, широко улыбаясь, замер перед глазком. «Смотрите, завидуйте, я очень симпатичный и совершенно не страшный». Так он стоял несколько минут. Потом дверь открыла сорокалетняя и вполне миловидная женщина. По крайней мере, она совершенно не походила на синий чулок, а тем более на сушеную воплу. Только взгляд у нее был взволнованный и испуганный. Марина маленькими шажками отступала вглубь коридора, увлекая за собой Олега. Но на него она не смотрела. Ее взгляд был устремлен в угол, в закуток за еще не закрытой дверью. Олег одним прыжком развернулся и даже успел вскинуть руки, блокируя возможный удар ножом. Но вместо блестящего лезвия над его головой взметнулось что-то большое, черное, круглое. Крылов очнулся минут через пять. Он не видел, как метался по квартире уколов, боясь переступить через лежащее на пороге тело, как он выскочил на балкон и начал спускаться, сбивая с цветочные ящики и путаясь в бельевых веревках. Голова у Олега немного гудела, но, увидев трагический взгляд, склонившийся над ним Марины, он попытался пошутить. Пощупав внушительную шишку на своем лбу, он констатировал. — Правильно говорят, что против лома нет приема. — И против сковородки тоже, — улыбнулась сквозь слезы Марина. Олег приподнялся и посмотрел на валявшуюся рядом огромную чугунную посудину. — Тяжелая вещь, старинная штука. — Чугун! — Надо хозяйка идти в ногу с прогрессом. Приобрела бы что-нибудь легкое, китайское. Бьет звонко, а шишек не оставляет. В разговоре с Савенковым Илья Васильевич Фокин неплохо играл роль директора, взволнованного судьбой своей газеты и ее репутацией. И на самом деле это не очень приятно, если начнут мусолить тему о том, что ведущий криминальный репортер «Актива» сам попался на убийстве. Но это с одной стороны. А если с другого бока, то любой скандал только подогревает интерес читателя к газете. А значит, это поднимает тираж и рейтинг. И неизвестно, где тут больше плюсов, а где минусов. Это бизнес, а в нем нет морали. В нем играют роль только деньги, которые совершенно не пахнут. Правда, Фокина волновало другое. Любой дотошный следователь или, что еще опаснее, любой пронырливый журналист могли вытащить на свет маленькую тайну редактора «Актива». Дело в том, что Фокин уже 10 лет был знаком с женой подследственного Дима Назарова. Был знаком очень близко. Ближе некуда. В те годы Фокин имел все, о чем только можно было мечтать. Успешный и сравнительно молодой доцент факультета журналистики. 10 лет безупречного брака с миловидной женщиной и двое детей. Родители жены, сделав все необходимое для устройства дочери, почти одновременно ушли из жизни. При этом ей достались квартиры на Фрунзенской набережной, дачи на двадцати сотках около Внуково, старая крепкая Волга в теплом гараже и еще много приятных мелочей. Но от тести и тещи Фокин получил в наследство еще один подарочек. Единственную дочь свою они воспитали уж в очень строгих правилах. А может быть, у нее гены так сложились. Все, связанное с интимной жизнью, она воспринимала как нечто грязное, животное и недостойное мыслящего человека. Правда, супружеский долг она исполняла, но только раз в неделю. А еще в полной темноте, молча, неподвижно и холодно. В первый год это даже забавляло Фокина. Он пытался расшевелить ее, выступая в роли наставника. В ответ же получал слезы, упреки и довольно обидные советы, думать о высоком, светлом и добром, а не потакать низменным, темным, звериным инстинктом. Во всем остальном жена Фокина была нормальным человеком. Милая, добрая, хозяйственная. Она родила прекрасных детей, и он не хотел ее терять. Тем более, что при разрыве с ней он потерял бы и квартиру, и дачу, и теплый гараж. Но жизнь часто сама все устраивает. Большую часть года все семейство Фокинах обитало на даче во Внуково. Но в мае на факультете журналистики начиналась сессия. А это означало, что у Фокина появлялись студентки с хвостами, жаждущие получить его роспись в зачетке. И при этом где угодно, когда угодно и за что угодно. Лишь изредка встречались глупышки, которые за чистую монету принимали предложение пересдать экзамен у него на квартире, да еще в пятницу вечером. Таких идеалисток сразу было видно. Они робко входили в подготовленную для других целей гостиную. Стоя возле широкого мягкого дивана, честные девушки прижимали к груди зачетку и искали глазами столик с разложенными экзаменационными билетами. Таким старомодным студенткам Фокин быстро ставил удочку и отпускал с миром. Но непогрешимых, слава богу, было мало. Остальные же сдавали Фокину на отлично. Они честно отрабатывали эту отметку и исчезали. Некоторые уходили навсегда, а некоторые только до следующей сессии. Надолго с ним осталась только одна — миловидная Нина Бражникова. Это потом, через несколько лет она стала Назаровой. А затем Нина устроила своего безработного мужа в газету, которую в сложные годы возглавил Фокин. И это оказалось очень удобно. Дети Фокина учились, и поэтому летом свободный период квартиры на Фрунзенской набережной сократился до двух месяцев. До дачи во Внуково было далеко, и там слишком много бдительных соседей. А тут полная благодать. Направил своего сотруднику Диму Назарову в служебную командировку. И порядок. Все было хорошо до этого глупого ареста. Сегодня Фокин поймал себя на том, что, подходя к дому Назаровых, он начал сутулиться и прихрамывать. При этом он еще вытащил из кейса и водрузил на себя игривую шапочку типа бейсболки с огромным козырьком. Это было глупо, но он ничего не мог с собой поделать. Он боялся. А богатое воображение творческого человека подсказывало, что его могут подозревать. Вообще-то у нас любого можно в чем-нибудь подозревать. И раз так, то за ним всегда могут следить, подслушивать, подсматривать и подглядывать. Нина встретила его удивительно спокойно и приветливо. Она была в одном домашнем халатике, который периодически призывно распахивался. И это злило Фокина. Они, конечно, займутся любовью, но не так же сразу. Надо многое обсудить. И чего это она радуется, когда у нее муж в тюрьме? Впрочем, понятно. Она радуется приходу любовника. Хороша стерва. Просто пробы ставить негде. Мысли у Фокина путались. Он никак не мог уловить причину своего раздражения. Ведь ее любовник — это он. И радуется она его приходу. Это должно быть приятно. Должно греть, а не злить. Странно мне, Нина. Муж на нарах мается, а ты такая бодрая. Ты его не любишь, не жалеешь. Очень люблю. А меня? И тебя, Фокин, очень люблю. Ты такая любвеобильная? Любишь всех мужиков сразу? Нет, Фокин, всех любить я не могу. Не успею. Я пока только вас двоих выбрала. Что это значит «пока»? То и значит, Фокин, ты скоро можешь стать старым брюзгой, занудой. Вот тогда я перестану тебя любить. Я же тебя не ревную к твоей благоверной. И ты ее любишь. Любишь? Люблю. Она мать моих детей. Есть еще один плюс, Фокин. За всю жизнь она только тебе отдавалась. Пусть без удовольствия, но только тебе. Да, я это ценю. И потом она прекрасный собеседник. Она же у меня искусствовед по раннему возрождению. А ты о нем понаслышке знаешь. Зато я, Фокин, кое-что другое знаю. То, что ей совершенно недоступно. Я это знаю, умею и хочу. При этом Нина встала перед Фокином и уже демонстративно распахнула халатик. Он вдруг понял, что сейчас серьезного разговора не получится. Да и нужен ли он вообще? По сравнению с тем, что его сейчас ожидало, все остальное оказалось мелким и тусклым. Есть только Нина. А все остальное суета-сует и прах у его ног. Беседу они возобновили часа через два. Меня Фокин к Дмитрию не пустили. А с адвокатом я встречалась. Ничего нового. Но муж опять просит действовать через сову. Чем ему приглянулся этот Савенков? Так и я действую через него. Буквально на поводу у Савенкова иду. Две его статьи я публиковал. Так он сегодня третью притащил. Читала я Фокин эти статейки. Непонятно, зачем он их публикует. Там только общие фразы и намеки. Будто он знает, из-за чего убили старушку. Так это и мы с тобой знаем. Он бы лучше сказал, где этот чемодан. Так он сказал. Савенков сегодня мне все сообщил. Ты мне слова не даешь сказать. Я еще два часа назад хотел... О таких важных вещах Фокин не мог говорить лёжа. Он вскочил и, бегая по комнате, выдавал важную информацию. Не всю сразу, а порциями. После каждой фразы останавливаясь и поднимая указательный палец к потолку. Этот Савенков случайно оказался дачным соседом убитой старушки, а она на участке построила бункер с остальной дверью. Зачем? Правильный вопрос. Она собиралась хранить там то, что не хотела держать дома. Так чемодан у нее на даче? Да, Ниночка. Завтра в номер пойдет заметка, где Савенков обещает сенсационный материал. И тогда, наконец, освободят невиновного Дмитрия. Страстный монолог Фокина прервал робкий звонок в дверь. Ситуация не располагала к приему гостей. Нина наспех оделась и пошла в коридор. По дороге она схватила со стула брюки и бросила их Фокину. Уже выходя из комнаты, она обернулась, поднесла палец к губам и плотно прикрыла дверь. Заглянув в глазок, Нина увидела совершенно незнакомого парня. Кто там? Нина Викторовна, я по поводу вашего мужа. Кто вы? Не хотелось бы говорить через закрытую дверь. У меня очень важная и полезная для вас информация. Нина открыла. Она понимала, что для столь важного разговора незнакомца следует пригласить хотя бы в кухню. Но рядом за дверью Фокин, который будет все слышать. И очень хотелось надеяться, что он поможет в случае чего. Кто вы такой? Это не важно, Нина Викторовна. Важно то, что я готов вам помочь. Мне или моему мужу? Вам, Нина. Муж ваш не убивал. Его и без нас скоро отпустят. Интересно. Вы, Ниночка, хотите иметь много денег? Глупый вопрос. Конечно, хочу. Все хотят. Вы правы, Нина. Тогда помогите мне. И я не торгуясь, дам вам крупную сумму. Согласны? Нина Назарова пожалела, что Фокин слышит разговор про крупную сумму. Она взяла незнакомца под локоть и повела его в кабинет. Я хочу сначала узнать подробности. Поконкретнее, мистер Икс. Хорошо. Вы знали, Нина, что у убитой старушки хранились некоторые реликвии? Знала. У нее был чемодан с чем-то ценным. Вот и хорошо. Помогите мне его добыть. Каким образом? Через Фокина. Вы знаете такого? Нет. Я даже не слышала о нем. Странно. А в газете «Актив» все сотрудники считают, что вы его знаете. И даже очень близко. Как близко? Одна дамочка вчера вечером мне намекнула, что у вас с ним определенные отношения еще с университета. Он преподавал у вас. Вспомнили? Ах, Фокин. Конечно, я с ним знакома. Но он ничего не знает о чемодане. А последние статьи в «Активе»? Это писал не Фокин, а сыщик Савенков из агентства «Сова». Он, возможно, и знает что-то о ценностях. Хорошо, Нина. Вы подумайте до завтра. И Фокину передайте, что я готов заплатить за бабушкины игрушки сто тысяч баксов. А за информацию о них чуть меньше. Договорились? Завтра днем я позвоню. Незнакомец говорил, как хозяин положения. Нина все больше и больше стала злиться на этого нахала. Послушайте, дорогой. А вы не боитесь, что я скажу о вас не только Фокину, но и следователю, который ведет дело? А что, если я просто позвоню в полицию? Нет. Вы этого не сделаете. И Фокин не сделает. Вы оба побоитесь. Почему это? Вы устойчивая пара любовников. И вдруг вы узнаете о бабкиных ценностях. Фокинг пытается их достать, но убивает старушку и вешает все на вашего мужа, которого он сам к бабуле и послал. А вы не на сообщнице. Но это ваша версия. Да. Очень хорошая версия для следствия. Улики по ней я обеспечу. Ну, до завтра, Ниночка. Незнакомец сам открыл защелку, выскользнул на площадку и аккуратно прикрыл дверь. Распахнув дверь в комнату, Нина увидела, что Фокин стоит неподвижно, прижимая к груди брюки. По его лицу было видно, что он все слышал, но ничего не понял. Кто это был, Нина? Откуда я знаю? Флекционер какой-нибудь. В чемодане же музейные вещи. Музейные? Да он сто тысяч за них предлагал. А значит, там наверняка их на миллион или больше. Я не успел тебе сказать. Савенков мне адрес своей дачи дал. Ну и что? А то, Нина, что убитая старуха была его соседкой. Там же ее бункер с чемоданом находится. Послезавтра он приведет полицию, они вскрывать будут. Точно? Савенков просил к этому времени нашего фотографа прислать, сделать снимки для статьи. Значит, все это будет послезавтра? Что, Фокин, думаешь, можем успеть? До последнего времени она считала себя очень удачливой. То, что она, Галина Семеновна, к своим пятидесяти годам работает всего лишь продавцом в хозяйственном магазине, не так уж и плохо. И потом не просто продавцом, а старшим. Зато, когда год назад налоговая инспекция закрыла магазин, с директором случился инфаркт, а у нее лишь получился лишний месяц отпуска. Мужа у нее нет, но когда-то мужья были. Если считать вместе с неофициальными, то больше десятка наберется. А посмотрите на тех, у кого мужья есть. У большинства женщин он либо пьет, либо баклуши бьет. А если который попадется нормальной, то она к нему привязана на всю жизнь. И позади был он, и впереди будет он. Скукотища. А дети? Нет ни одной знакомой бабы, чтоб довольна была. С ними же одни заботы. Жди их по ночам, стирай за ними, корми, ругайся. И никакой от них благодарности. И бросить их нельзя. А значит, и свободы у тебя нет. А Галина Семеновна была свободна. И впереди может случиться самое важное, самое хорошее. И это почти уже случилось. Галина разбиралась в мужиках. Она сразу поняла, что Вавилов ее не обманывает. Есть старушка с нижнего этажа, которая всю жизнь любит непутевого мужика и готовая многое для него сделать. И есть у старушки на антресолях чемодан с чем-то ценным. Продав это, можно всю оставшуюся жизнь как сыр в масле кататься. В мечтах всю свою будущую богатую жизнь Галя планировала только для себя. С Вавиловым придется активно повозиться, но больше полугода он не выдержит. Продавщица точно знала, что есть у мужчин какая-то тупая гордость. Они могут женщинам отказать в любой просьбе, кроме этой. Тут они рвутся из сил и из всех сухожилий. И быстро сгорают. А много ли старичку надо? Он и так над Галиной изо всех сил пыжится, пытаясь доказать, что есть еще порох в пороховницах. Вот когда достанет Вавилов чемодан, он по пять раз в день будет это доказывать. А Галине умение не занимать. Она такие ласки знает, что никто не устоит. Она так его заставит себя любить, что в какой-то момент он вместе с последним порохом в своих пороховницах и дух испустит. И это никак не будет убийством. Любовью не убивают. Во всяком случае, когда Галина в подробностях планировала это мероприятие, совесть у нее даже и не пискнула. Но все это было еще до убийства богатенькой старушки Нины Горюновой. В тот день Галине показалось, что удача утекает, как сухой песок сквозь пальцы. Мог ли старушка убить Вавилов? Конечно, мог. В том смысле, что в ту ночь Галина не была вместе с ним. Но она его об этом не спрашивала и даже думать об этом не хотела. В одном она была точно уверена. Чемодан, пока Вавилову, не достался. Но не достался он и тому бедолаге-журналисту, которого замели из-за убийства. И полицейским, которые наспех осматривали квартиру, он тоже не достался. А это значит, что лежит чемодан в дальнем углу антресолей за старыми одеялами, за коробками, за банками и склянками. Галя несколько дней и особенно ночей уговаривала Вавилова пойти и взять то, что не может и не должно принадлежать никому, кроме как ему. Кто многолетний единственный любовник убитый? Кто доставлял старушке несусветную радость? Он. Если честно, то Вавилов это почти муж убитый. И квартира старушки, она почти его. Он же спал с ней в этой хате несколько лет, хотя и с перерывами. И что удобно, ключ от той квартиры у него остался. Она уговорила его, с условием, что пойдут они вместе. Галина осталась у подъезда и, спрятавшись за кустами, страховала его. Продавщица стояла на стреме. Подъехавшая вскоре светлая восьмерка не очень испугала Галю. Мало ли какой загулявший жилец вернулся домой посреди ночи. Но машину она осмотрела и номер запомнила. Его и запомнить-то нечего было. Буквы — МЖМ. Два мужика, а между ними баба. И цифры такие же — 616. Женщина главная между ними. Она всегда первый номер. А мужики, как шестерки, прицепились к ней справа и слева. Правда, когда хозяин этого любовного треугольника выскочил из подъезда, и восьмерка, завежав тормозами, сорвалась с места, Галина поняла, что ей лучше отбыть домой. Ей надежнее дома дожидаться утра, которое должно быть мудренее и вечера, и ночи. Утром все прояснилось. Галина четко поняла, что Вавилов умер, но не от ее любви. Она догадалась, что чемодан все еще на антресолях. И самое важное, что есть еще кто-то, кто охотится за чемоданом. Этот кто-то ездит по ночам на восьмерке с запоминающимся номером. Найти хозяина «Жигулей» с номером МЖМ было для Галины плевым делом. Долгое стояние за прилавком имело и свои преимущества. В кругу ее широких связей был и сотрудник ГИБДД. И не рядовой, а, как и она, старший инспектор. Он быстро пробил по учетам номер машины и уже к вечеру принес ей полные данные. И денег за свою услугу он не взял. Только погостил у Галины часа полтора. Хозяином ночной машины оказался юрист Никита Сергеевич Рубин. И контора его была совсем рядом. У Галины хватило сообразительности решить, что юрист — это и завещание, и другие бумаги, где старушка могла упомянуть про чемодан и его содержимое. Юрист мог знать все. А значит, он хотел все это получить сам. А теперь, после убийства Вавилова, она знает о юристе Рубине такое, что он и чемодан добудет, и часть добра ей отдаст. Половину чемодана. Причем большую половину. Еще бы. Он ей всю жизнь поломал, когда жениха зарезал. В приемной Рубина сидело несколько человек. Но Галина, бросив на ходу «я из налоговой полиции», решительно прошла в кабинет. Юрист оказался достаточно понятливым. Она почти не давила на него, не кричала. Так, пошумело три минуты, и он сник. А потом он сам предложил план, который вполне ее устраивал. Выходя из кабинета в бодром расположении духа, Галина чуть не сшибла плотно волосоватого мужчину, который суетливо топтался у двери, ожидая своей очереди. Последнее, что она услышала, покидая приемную покладистого юриста, было приглашение секретарши. Теперь вы проходите, господин Савенков. Ефим Уколов очень пожалел, что не отодвинул того лежащего парня от двери и не спустился, как все нормальные люди на лифте. Это он понял где-то в районе четвертого этажа, спускаясь вниз вдоль балконных стоек и сшибая цветочные горшки. Ему надо было спешить, но не суетиться. Руки дрожали, и он вполне мог загреметь вниз. Почувствовав под ногами опору очередного балкона, он схватился за перила и, закрыв глаза, решил передохнуть. Всего несколько секунд. Но когда он отрыл глаза, то прямо перед ним, попыхивая сигаретой, стоял коротко стриженный мордоворот в майке. У этого бугая был довольно приятный голос. — Что, пацан, от кого лапти плетешь? Начудил в хате или от шалава бежишь? — Не понял. — Я говорю, от кого бежишь? Неудачно квартиру ограбил или баба подвела? — Баба, я с ней в койке, а тут мужик. Мы, значит, лежим, а он пришел. — Понятно. Залезай на балкон, брат. — Это как надо баб любить, чтобы от них по балконам сигать? Ты не с седьмого этажа? Не от Нинки? — Нет. Я с девятого. От Марины. — Постой. Это такая в обла в очках. Тихо, оттуда же. А ты что в ней нашел? Она же чистая клизма с первого взгляда. Уже сбегая по лестнице, Ефим услышал до гунгу обиженный крик. — Постой, пенек! Ты что мне лепишь? Какой муж к ней пришел? У этой Маринки и мужа-то никогда не было. Страх и напряжение первых дней постепенно ушли. Стали забываться. Живя у Марины и любя ее, Фима почти успокоился. Но так было до прихода того парня. Он появился у Марины потому, что искал его, племянника Ефима Уколова. Значит, он очень нужен им, следователям. А теперь он нужен им еще больше. Три дня Ефим жил на старой заброшенной даче. Он искал выход из этого капкана. Но в голову приходили лишь самые простые варианты. Типа сменить себе документы, бежать за границу, сделать пластическую операцию или отпустить бороду. Только последнее он мог сделать бесплатно, но за два-три месяца. На все остальное нужны были большие деньги. И не просто большие, а огромные деньги. И эти деньги есть, они совсем рядом. Надо только пойти на квартиру тетки и взять на антресолях чемодан. Ефим постоянно ощущал в кармане куртки связку ключей. Правда, волновал его лишь один ключик. Тот, который от квартиры покойной тетки. Раз она дала этот ключ, значит, считала, что это его квартира тоже. Там даже некоторые его вещи хранятся. Мать Фимы отдала сестре несколько тюков с его детской одеждой и еще две коробки с игрушками. Может, он своим ключом открыть дверь в свою квартиру и проверить свои вещи? Может. Правда, рядом с домом тетки был еще один дом, который Ефим обходил стороной. Именно там жил Сашка Герасимов. Это тот самый Гера, который ждет возврата большого долга. То есть он даже уже не ждет. А не хуже других сыщиков ищет его, Ефима Уколова. И если найдет первым, то не в камеру посадит, а на перо. Скоро Ефим понял, что куда ни кинь, всюду клин. Путь один. Необходимо идти в квартиру и добывать чемодан. Это плохо, но все остальное еще хуже. И он пошел. Уколов решил действовать открыто, но быстро. Пошел не утром, не ночью. А так, средь бела дня. Уже подходя к подъезду, он заметил, что старушки, всегда упорно сидевшие под деревьями, встали у дверей в виде почетного караула. При этом они молча смотрели только на него. Просто пожирали его глазами. Ефим замедлил шаг. Нервы не выдержали, когда вдали из-за дома показалась желтая машина с мигалкой и сиреной. Уже убегая, Ефима понял, что это была какая-то ремонтная служба. Но остановиться и возвратиться под пристальные взгляды старушек он уже не мог. Ноги сами несли его туда, куда он не хотел попасть. Он бежал к дому Саши Герасимова. Гера только что вышел из дома и собирался сесть за руль своего опеля. Ему даже не пришлось догонять Ефима. Саня сделал только несколько шагов в сторону, раскинул руки и притормозил беглеца в своих объятиях. — Дорогой ты мой, долгожданный! Не от меня ли бегаешь, Ефим? — Нет, нет, Гера, я даже совсем наоборот. — Так ты ко мне бежал, долг хотел отдать. — Не сейчас, но я отдам, все отдам, Гера. — Не сомневаюсь. Полагаю даже, что ты отдашь много больше, чем думаешь. Пойдем ко мне, поваркуем. Гера долго возился с замками. Четыре штуки, два в стальной двери и два в обычной. В прошлый раз эта квартира показалась Ефиму более мрачной, хотя ничего в ней не изменилось. Но тогда рядом с Герой стояли его бойцы, быки с короткой стрижкой и особым, пустым взглядом. Рядом с такими везде мрачно будет. Сегодня Гере предстояли поездки, а за рулем он пил немного. Радушный хозяин лишь плеснул в бокалы по наперстку коньяка и указал Ефиму на кресло. — Я тебя как гостя принимаю, а мог бы и сразу в подвал. Ты не хочешь в подвал, Ефим? — Не хочу. — Правильно, там сыро, скучно, там бьют больно. Лучше туда не попадать. Но и долги отдавать надо. — Надо, Гера. — Кстати, Фима, ты зачем свою тетю убил? — Это не я. Я не убивал. Я ее Геру очень даже любил, да меня вообще в Москве тогда не было. — И где ж ты был? — В тот день я как раз твой Мерседес на Минском шоссе разбил. — Это Фима накануне было. А в то утро тебя у теткиного дома видели. Но не хочу я больше об этом. Не будем о грустном. Важно то, зачем ты к ней пришел. Это не вопрос. Это я и так знаю. И знаю, что нет сейчас чемодана на квартире твоей тетушки. — Чего нет? — А того зачем ты к ней тем утром направлялся. — Откуда ты знаешь? — Эх, Фима, не образованный ты человек. Газеты надо читать. Гера обернулся, взял с полки пачку газет и бросил их на журнальный столик. — Читай, брат. Нужные тут красным отмечены. Ты, главное, в сегодняшнюю газету посмотри. Вот здесь четко написано. Преступники не знали, что Горюнова хранила эти ценности ни в банке и ни дома, а в самом, казалось бы, неподходящем месте. Она построила у себя на даче крепкий кирпичный бункер. В среду оперативники произведут выемку сенсационных вещей. В четверг наша газета сообщит вам все подробности об этом кладе. — Гера, среда — это же завтра. — Завтра. — Хорошо, пишет этот Савенков. Это у них новый криминальный репортер. Старый Тазаров. Вместо тебя на нарах парится. А этот просто у дела закусил. Очень рискованно пишет. — Фима, где у тети дача? Знаешь? — Знаю. Я год назад туда вещи ее возил. — Скажешь? Или в подвал? — Я адрес не знаю, а так покажу. — Вот вечером и поедем. — Я, Фима, справедливый. У меня уже и покупатель на эти вещи есть. Все оптом ему скинем и поделимся. Тебе тридцать процентов, а из них еще долг в тройном размере вычесть надо. Все равно тебе еще и останется. — У меня Гера тоже есть покупатель, но там, в Амстердаме. Может, и больше даст, но вывозить рискованно. Ефим вдруг встал и хитро улыбнулся. — А я ведь знаю, Гера, откуда тебе все известно. И про тетю, и про ее чемодан. Кто твой покупатель? Как его зовут? — А твоего как зовут? — Ювелир Гейман? — Да, он. Леонид Маркович. Только хорошо знающие Савенкова люди могли заметить резкую перемену в его настроении за последние несколько дней. Он был такой же, как всегда, но чуть-чуть более суетлив. Часто разминал кулаком переносицу, а это верный признак предстоящей радости — примета предвкушения какого-нибудь удовольствия. А поскольку в последнее время все его мысли были заняты поиском убийц с дачной соседки, для Олега Крылова не составляло труда сообразить, что шеф все для себя решил, расставил капканы и ждет добычу. Олегу было немножко обидно, что Савенков не раскрывает всех своих карт. Шеф сам носится по Москве, встречается с кем-то, пишет статьи в газету «Актив». Нет, они, конечно, продолжали обсуждать версии, но Крылов чувствовал, что Савенков знает значительно больше, чем говорит. И скрывает он не потому, что не доверяет, а просто боится сглазить. Он хочет эффектной концовки. Шеф жаждет спектакля, где у него будет главная роль. Но Олег тоже не будет простым зрителем на этом представлении. Ночью, под присмотром Савенкова, он устанавливал технику на соседской даче. Не на самой даче, а на чахлой яблоне, что торчало в трех метрах от двери знаменитого бункера. Была установлена камера величиной с орех. Она не очень рассчитана на ночные съемки, но Савенков был доволен. Главное, что можно будет увидеть силуэт человека, который подойдет к двери. После ночного рейда Олег спал крепко и долго. Разбудили его негромкие разговоры, неполуденный свет, а запах шашлыка. Возле мангала колдовал незнакомый парень в футболке, а Савенков стоял за его спиной и выдавал руководящие указания. Слева огонь появился. Плесни, Слава, водиться скорей. А средний шампур пора переворачивать. Сейчас мы его перевернем. — Смотри, Слава, наконец-то наш Олег Крылов проснулся. Знакомься, Соня. Это Слава Корин, оперативник от Дибича. Сегодня ночью нам нужен будет представитель власти. И ждем с документом и при оружии. — А где наша машина, Игорь Михайлович? — Глаза остыть, Олег. Вид у тебя сонный, а все замечаешь. Машину я на дороге оставил, около склада. К вечеру нужно будет создать видимость, что здесь пусто. Мы тоже сейчас позавтракаем и до ночи затихнем. Ждать будем. — Кого? — Что ждать, шеф? — Если бы я точно знал, ребята, то сказал бы вам. Но это будет человек решительный, очень жадный и непременно читающий по утрам газету «Актив». — Все ясно. — Ты, Олег, посмотри вон ту заметку. Разве можно после нее не броситься искать бункер на даче у покойной старушки? И больше ни слова о деле. Давайте шашлыком заниматься. Удивительная вещь — этот огонь и запах мяса. Первобытные инстинкты сами пробуждаются в человеке. — Точно. Вся наша человеческая история у каждого в подкорке записана. Почему мужики так рыбалку любят, или охоту, или тот же шашлык. У мужчин где-то в генах сидит зов пещерного человека. Он требует добыть для своего племени мясо и жарить его на костре. И вот этот запах и есть символ успеха, залог продолжения рода и жизни, в конце концов. Савенков продолжал хвастаться своим искусством. — Это у меня не просто баранина. Я ее сутки в белом вине мариновал. Вы, молодые люди, кроме уксуса, соли и перца, ничего не знаете. А я знаю сотню способов готовить мясо для шашлыка. Так уж и сотню. Считайте, молодежь, в кефире, в луковом пюре, в горчице, в пиве, в коньяке. А в водке можно? Нет, только в коньяке. Меня один армянин учил. Очень пикантный вкус получается. Хорошо, но дорого. Лучше в кефире или огуречном рассоле. Савенков еще долго передавал молодым свой кулинарный опыт. Делал он это вдохновенно. Шеф был болтлив и суетлив. Для Олега это стало еще одним признаком того, что Игорь Михайлович, всегда сосредоточенный в ходе поиска, уже все для себя решил и ждет результата. В три часа дня Савенков закрыл все ставни, загнал ребят в дом, а сам отправился координировать некоторые вопросы с местными властями. Вернулся он, когда уже стемнело. И вернулся не один, а с Дибичем, который был явно не в восторге от затеи Савенкова. В полночь все четверо устроились перед экраном маленького монитора и стали вглядываться в чуть заметное очертание двери бункера на соседнем участке. Это очень напоминало ночную рыбалку при полном отсутствии клева. Все смотрели в одну точку, но поплавок на экране не шевелился. Есть рыболовы, которым важен сам процесс. Важно ловить, а не поймать. Так вот, Дибич был не из таких. Он вытерпел всего полчаса. Затем демонстративно встал, прошел в дальний конец комнаты, нащупал в темноте диван, плюхнулся на него и начал тихо ворчать. — Надоели мне твои штучки, Савенков. Почему это ты решил, что сюда кто-нибудь придет? И обязательно сегодня? Кто тебе это сказал? Или это тебе твоя интуиция намекнула? Так ты передай ей мой большой привет. — Не скули, Дибич. Я чувствую, что сегодня мы их поймаем. — Хорошо. Если сегодня никого не возьмем, я, Игорь, всех собак на тебя спущу. Все, до двух ночи здесь сидим, а потом разбегаемся. — Ты же профессионал, Дибич. В какое время крадут машины чаще всего? В три или в четыре часа ночи. Самое сонное время. — Хорошо, Савенков. Я здесь на диване полежу до четырех. Потом ты меня разбудишь и отведешь в Москву. Ворчание генерала решительно и довольно нахально прервал Олег. Он единственный все еще смотрел на экран. — Молчать всем! Рыбка клюет! Полная тишина! — Сколько их, Олег? — Пока их двое, шеф. Я всего две спины вижу. Одна из них, кажется, женская. — Верю. Ты, Олег, большой специалист по женским фигурам. Стоявший на ночной дороге автомобильный подъемный кран казался пустым. Свет в кабине не горел. Да и сама кабина была повернута к лесу передом, а к дороге задом. Так что, проезжая, невозможно было разглядеть затаившихся в ней мужчин. Их было двое. Один из них, молчаливый и с явным выражением скуки на лице, был очевидно офицером полиции на уровне капитана. Во всяком случае, второй, более молодой, обращался к нему с почтением. И не иначе, как товарищ капитан. Капитан отвечал нехотя, всем своим видом показывая, что если для этого настоящего крановщика сегодняшнее задание приключения, то для него пустяк. Крановщик чувствовал, что его собеседник не очень расположен общаться, но не мог удержаться от новых вопросов. Наверняка именно здесь бандиты должны проехать, верно, товарищ капитан? Верно. А мы сейчас в засаде сидим. Нас не перебьют, как в Мариной роще? Нет, мы им пути отступления перекроем, и все. Правильно? Да, товарищ капитан. А хорошо это вы придумали кран развернуть к дороге задом, прямо как в сказке. Они нас не заметят, а мы их видим. Да, я здорово придумал. Это чтобы их не спугнуть, да? А то они заметят нас, и сразу перестрелка начнется. У вас оружие-то есть, товарищ капитан? Есть. Хорошо бы и мне, гранату или еще что-нибудь. А классное здесь место, самый узкий участок. Только через нас проехать можно. Я перекрою дорогу, и этим бандюгам полный абзац. Ни взад, ни вперед. Помолчи, а? Слышишь, машина идет. Пригнись и не дыши. Когда машина прошла мимо них и повернула налево к дачным домикам, кран заурчал и, легко подхватив лежавший вдоль обочины бетонный блок, переместил его поперек дороги. Капитан взглянул на часы и засек время. Приказы он привык выполнять точно. Раз сказано пропускать по одной машине каждые тридцать минут, то так он и сделает. Тютелька в тютельку. Когда подъехала вторая машина, капитан взглянул на часы, высунулся из кабины и заорал. — Ремонтные работы! Ты, друг, подожди несколько минут. А другой дороги к тем дачам нет? Нет, только через нас. А у меня стрелку заело. Долго возиться будешь? Еще семь минут. После возгласа Олега никто не бросился к экрану. Все замерли, боясь спугнуть удачу. Лишь Дибич шустро встал с дивана и начал лихорадочно нащупывать свои туфли. Он быстро сообразил, что пришел его час. И он, как генерал, должен принимать командование на себя, а руководить босиком было неудобно. Стараясь не наступить на длинные шнурки, Дибич подошел к столу, взглянул на экран и прошептал. — Смотрите, как у него спина дергается. Это он замок пилит. — Пилите, друг мой, пилите. Сейчас мы вас тепленьким возьмем. Дибич сделал паузу и продолжил, чуть повысив голос и введя в свой шепот командные нотки. — Брать гадов, будем в момент их проникновения в бункер. Понятых потом найдем. Савенков остается у телевизора, а я, как командую группой захвата, ты корень наручники взял? — Только одни. — Достаточно. Наденешь каждому по браслету на правую руку. — А у тебя крылов оружие есть? — Газовый пистолет. — Отставить, Олег. Не надо нам этой вони. И еще неизвестно, в какую сторону ветер подует. — Они входят. — Приготовились. По моей команде. Начинаем. Вперед. И без суеты и лишнего шума. Буквально через три минуты группа захвата вернулась в новом составе. Впереди, вытянув сцепленные наручниками правые руки, ковыляли на ватных ногах задержанные. Олег потянулся к выключателю, но Савенков притормозил его. Посветив несколько секунд фонариком в лица ночных гостей, он выдал предложение, которое несколько удивило его товарищей и погасило восторженный настрой победителей. Не будем пока свет зажигать. Еще часик-другой по дежуре мой экрана. Я не этих ждал. Вернее, не только этих. Знакомьтесь, ребята. Это Илья Васильевич Фокин. — Редактор актива? — Да. Представляете, как послезавтра газета выйдет с шапкой. Наш главный редактор задержан за распилкой замка на чужой даче. — А кто эта девушка? — А это Нина Назарова, если я не ошибаюсь. Муж в тюрьме. А вы так нехорошо. — А я борюсь за его освобождение. Мы искали улики в пользу Дмитрия. — Стоп. Больше ни слова. Эту версию будет развивать ваш адвокат. На суде. — Слава, усади задержанных на тот диван и постереги их. Там на столике широкий пластырь есть. Если хоть слово пикнут, заклей мртый. Разместив гостей в темном углу, Слава Корин сел в центре комнаты, лицом к ним, и стал небрежно поигрывать пистолетом. Оружие в полной темноте почти не было видно. Лишь изредка на стальных гранях Макарова мерцал отблеск экрана, над которым неподвижно застыли три головы. Ждать долго не пришлось. И все повторилось. Сначала две спины на экране и ожидание, пока злодеи распилят новый, только что поставленный Олегом замок. Потом по сигналу Дибича решительный бросок, захват и пара задержанных. Отличие было лишь в том, что за неимением наручников эти двое были связаны простой веревкой. Да и даме из этой пары пришлось сразу залепить пластырем рот. Уж больно она громко и грязно ругалась. На этот раз Олег даже не попытался включить свет без разрешения шефа. Он скромно осведомился. — Новых будем ждать, Игорь Михайлович? Или этих достаточно? — Недостаточно, Олег. Все это не то, мелочь. Вот вам юрист Никита Рубин. А это его новая знакомая Галина Семеновна из хозяйственного магазина. — Продавщица? Из хозяйственного? — не удержался Дибич. Я так и думал. У нее профессионально поставленный голос и лексикон соответствующий. — Она не просто продавщица, — продолжал Савенков. — Она старшая продавщица. Более того, она бывшая невеста убитого на той же квартире Вавилова. Олег, ты знаком с этой дамочкой? Пару раз мельком видел ее за прилавком. Вот и я мельком ее видел. Но об этом потом. Слава, постереги теперь этих четверых, а мы еще телевизор посмотрим. Олег, быстро поставь на бункер новый замок. Там у меня в коробке пять штук припасено. Новых гостей пришлось ждать почти час. Зато здесь было разнообразие. Двое сравнительно молодых ребят, не в пример интеллигентом с ножовкой, сковырнули замок фломкой. А в остальном все проходило по старой схеме. Савенков сделал робкую попытку опять не включать свет, но Дибич решительно щелкнул выключателем. Хватит, Игорь, ты так всю Москву переловишь. Шестерых вполне достаточно. Посмотри, им уже сидеть не на чем, они весь мой диван заняли. Давай выберем из них убийцу, и я позвоню, чтобы всех их забрали. Меня не надо забирать, попытался возразить один из последней пары задержанных. Я племянник. Это дача моей любимой тети, моей покойной тетушки. И значит, я теперь хозяин дачи. Я пришел взять свои вещи. В два часа ночи? Так получилось, мы задержались, мы с другом в кино были, на последнем сеансе. Понятно, гражданин Уколов. А этот тип с Фомкой ваш друг? Да, это Гера, он мой хороший приятель. Герасимов Александр, галантно представился парень. Мой друг Фима Уколов забыл здесь на даче свои брюки. Я не мог не помочь ему. Хорошо, невозмутимо продолжал Савенков. Это еще одна версия для адвоката. Поскольку племянник Уколов не вступил в права на следство, то пока это кража со взломом. А взлом произвели вы, уважаемый Гера, значит, разбираться будем в суде. Зачем сразу в суде, гражданин начальник? А затем, Гера, что дело тут не в пустом бункере и не в трех моих замках, которые вы так успешно сломали. Сейчас я всех вас обвиняю в убийстве. Ведь вы все знали, что у убитой Горюновой хранятся огромные ценности. — Сначала я не знал, — Герасимов радостно потрыгнул на стуле. — Я узнал о чемодане только через пару дней после ее убийства. А тогда не знал, а значит, и не убивал. — Через пару дней? Отлично. Значит, у вас появился повод посетить квартиру Горюновой. Там вы наткнулись на Вавилова и убили его. А потом вместе с Уколовым продолжили поиск черного чемодана уже здесь, на даче. Логично. Во время этой реплики Савенкова лицо Геры медленно менялась от выражения бурной радости к угрюмой тупой злости. — Логично. Только это еще доказать надо. Не был я в той квартире, а значит, и улик у вас нет. — Верно, Герасимов. Это все надо доказывать. Исследователи будут долго над этим работать. Каждый месяц будут вызывать вас из камеры на допрос. Я не только Геру пугаю. Это ко всем относится. Сказав это, Савенков встал и начал прохаживаться перед унылой шестеркой задержанных. Именно в этот момент по его сценарию и должна была возникнуть эта многозначительная пауза. Олег с явным удовольствием следил за выступлением шефа. Он хорошо знал, что в юности Савенков играл в самодеятельности и даже собирался стать адвокатом. Все сложилось по-другому, но любовь к лицедейству осталась. Игорь Михайлович неоднократно повторял, что сыщик — это профессия многоплановая. Сыщик — и юрист, и аналитик, и психолог, и боец, и технарь. Но в первую очередь он должен быть отличным артистом. Олег понял, что его шеф вышел на подмостки. На сцене будет он один. Все остальные — это его зрители, которых он заставит в нужный момент подыграть, подкинуть реплику. — Значит так. Грабеж налицо. Статья у всех у вас уже есть. Но мы можем о ней забыть. Я лично упрошу генерала Дибича наплевать на эти ваши проступки. Вы, в конце концов, мои замки пилили. Согласны? Да, конечно, мы не виноваты. Ладно. Получается, что вас здесь шестеро, и никто из вас не убивал Горюнова, так? Все задержанные короткими фразами, жестами, мимикой подтвердили эту версию. Отлично. Значит, есть седьмой. Тот, кто убил. И я уверен, что каждый из вас его хорошо знает. Вы хором назовете его имя? Последовало нервное молчание. И это очень не понравилось Савенкову. Ладно. Начнем разбираться последовательно. Журналист Дима Назаров не убивал. Это мне стало ясно сразу. Слишком много улик против него. Перебор. Савенков начал рассказывать всем о своем последнем разговоре с Горюновой. Тогда она сказала, что Назаров договаривался о встрече с ней за неделю. Об этом знали многие. И в редакции почти все знали, к кому пошел журналист. Нет, так убийство не готовят. Да и пробыл ты Дима в квартире Горюновой всего десять минут. И если бы к этому времени Нина Ивановна была жива, Назаров только успел бы, что с ней познакомиться и начать разговор. А Горюнова готовилась к этому интервью. Она даже с Савенковым посоветовалась. Тогда в последнем разговоре на даче она успела сказать самое главное. Она сообщила, что любила племянника Фима Уколова. Любила и переживала, что парень пригоняет машины из злачного Амстердама, где все продается. Савенков запомнил это. Потом, когда валом повалили новые подозреваемые, эта голландская версия ушла на второй план. Но почти во всех случаях неожиданно начал появляться некто из Амстердама. Вначале в журнале посетителей, который Савенков нахально украл в приемной юриста Рубина, был записан коммерсант Ван Блейк из Голландии. Потом Олег познакомился с молоденькой продавщицей из хозяйственного магазина. Она сообщила, что Галина Семеновна встречалась с иностранцем из Амстердама, который хотел купить наследство Горюновой. А в последнюю неделю Савенков со своими заметками часто бывал в редакции газеты «Актив». И совершенно случайно секретарша рассказала ему, что заходил к ним какой-то Семен Давидович, еврей из Амстердама, и он искал главного редактора Фокина. На этой фразе Ефима Колов встрепенулся, попытался встать с диван и подойти к Савенкову. — Семен Давидович? Так это же Сема Чернис. Я с ним месяц назад познакомился около квартала Красных Фонарей. — Что ж вы так, Фима? Познакомились и сразу все ему рассказали. И про Геру, и про чемодан, и про тетю свою. И адрес Горюновой вы ему сразу дали. — Нет, адрес я ему не давал. Просто Чернис хотел помочь как друг. Он даже с антикваром меня познакомил. — Понятно, племянник. Так значит, фамилия этого бандита Чернис. Тот-то в журнале у юриста Рубина он записан как Ван Блейк. Савенков продолжал развивать свою версию. Очень похоже, что хитрый Чернис решил загребать жар чужими руками. Он планировал искать чемодан широким фронтом. После статей в активе он каждому из задержанных предложил крупную сумму за чемодан. Кому-нибудь да повезет добыть драгоценности для Семена Давидовича. А последняя заметка Савенкова просто заставила всех действовать почти одновременно. И вполне возможно, что Чернис каждому назначил встречу на сегодняшнее утро. Савенков начал допрос юриста. — Слушаем вас, господин Рубин. Когда и где вас ждет Чернис? Колитесь живо, иначе вам грозит статья за грабеж. — Я встречаюсь с ним в пять утра, недалеко отсюда. В трех километрах от Москвы будет левый поворот на Хованское кладбище. Через двести метров недостроенный кирпичный дом без забора. — С вами все понятно. — Теперь тот же вопрос к вам, Гера. Когда и где? — Чернис предложил встречу на шесть утра, в том же самом месте. — А вам, господин Фокин, как человеку творческому, выбрано время попозже? Сейчас угадаю. — Вам на семь часов. Я прав? — Точно, Савенков. — Вот видишь, Дибич, пустой недостроенный дом и три пары ненужных свидетелей. Завтра у тебя было бы шесть свеженьких трупов. Звони, Дибич, своим хлопцам. Первая встреча через два часа. Никак нельзя нам этого Черниса упустить. Дибич сразу начал бурную деятельность. Он стал звонить, докладывать, убеждать. Посреди ночи он заказал автобус с бойцами ОМОНа и около десяти оперативников. Но потом генерал немного поостыл. — Взять-то мы его возьмем. Но он иностранец. Что мы ему предъявим? Ну, узнал Чернис об этом чертовом чемодане, заинтересовался, приехал, хотел купить, спрашивал у всех. А где доказательства, что он убил? — Ты возьми его сначала, а доказательства будут. — Ну, есть у меня, Дибич, доказательства. У юриста Рубина оказалась очень симпатичная и понятливая секретарша. Поскольку этот Черний, с которого она знала, как Ван Блейка, был у них три раза, то она помогла Савенкову составить его фоторобот. А позавчера старушки, что у того подъезда всегда сидят, опознали этого жителя Амстердама. Они сказали, что этот тип вышел из подъезда Горюновой через несколько минут после Назарова. Опознание гражданками у дома — это уже прямая и явная улика. Но Савенков намекнул, что у него есть и другие. В этот момент Фокин, как школьник в классе, руку поднял вверх левую руку, поскольку правая была все еще в наручнике. — А можно мне предложить вариант? Я поеду с вами на задержание и сам этого черниса скручу. — Вы согласны, товарищ Савенков? — Верно, Дибич. Давай возьмем с собой главного редактора. А он потом статью напишет, как лично задерживал убийцу и как спас доброе имя Димы Назарова. — Давай возьмем. Газета получит увеличенный тираж, а полиции будет реклама. Пойдем на веранду Савенков. Генерал полистал записную книжку, взял сотовый телефон и уже на бароке вдруг резко повернулся к Савенкову. Его лицо выражало напряженную работу мысли. — Постой, Игорь. Есть еще время. Скажи. И Вавилова тоже чернис убил. Ты намекнул, что у тебя еще есть улики. — Вавилова другое дело. Тут у меня не только улики, но и свидетели есть. Оставив Дибича у двери, Савенков быстро подскочил к окну и заслонил его с собой, лишая кого-то возможности в последний момент сигануть в огород. Сразу же после этого Савенков подозвал Корина. — Я вижу, Слава, наручники с Фокина ты уже снял. Надень-ка их быстренько, на господина Рубина. Савенков торжествовал. Он единственный ходил по комнате и улыбался. Все остальные изображали немую сцену. Даже Корин, который быстро защелкнул браслеты на запястьях юриста Рубина, замер около него и вопросительно хлопал глазами. И тогда Савенков продолжил свой рассказ. Пока уколов гнал в Москву «Мерседес», Семен Чернис прилетел в Москву за день до племянника. Адреса Горюновой у него не было. Но был перечень вещей из черного чемодана, заверенный нотариусом Рубином, найти которого было не так сложно. Вот к нему-то Чернис и направился. Об этом говорит запись в журнале посещения Рубина. На первой же встрече они подружились, сговорились, и утром вместе пошли к Горюновой. Тем более, что самому Чернису Нина Ивановна могла бы и не открыть дверь, а Рубина она знала хорошо. Дальше произошло то, что произошло. Они, как два Раскольникова, убили старушку. В тот момент, когда душегубы приступили к поискам чемодана, скрипнула незапертая ими дверь, и в квартиру вошел Дима Назаров, собиравшийся взять у Горюновой интервью. Рубин и Чернис, очевидно, успели спрятаться, но после бегства журналиста они уже не могли продолжать поиски чемодана. Убийцы испугались. Они же не знали, что Назаров побежал домой, а не в полицию. А по Вавилову совсем другое дело. Здесь тоже есть свидетель, но это сам Савенков. Он имеет привычку оказываться в нужное время и в нужном месте. И вот когда он хотел посетить нашего уважаемого юриста Рубина, в приемной его опередила очень активная дамочка. Галина Семеновна так громко говорила, что Савенкову даже подслушивать не пришлось. Продавщица просто угрожала Рубину. Она заявила, что видела его в ночь убийства Вавилова и его, и его машину с номером МЖМ-616. Савенков и Дибич прошли к огороду на самый край участка. Оттуда они звонили в Москву. Они волновались, как бы Семена Черниса не упустить. Дибич довольно четко начал выдавать указания дежурному. Сколько человек и в каких машинах едут? Где они сосредотачиваются и когда начинают работать? Генерал завершил разговор и вопросительно посмотрел на Савенкова. — Порядок? — Не совсем. — Ты бы, Дибич, дал команду, чтобы отпустили Назарова? — Сейчас? Ночь сейчас. Завтра его отпустят. Чего его с постели посреди ночи поднимать? — Он, Дибич, не в постели спит, а на нарах. Впрочем, такой разговор уже был в одном известном фильме. — Помню. Ты прав, Шарапов. Сейчас позвоню. Его срочно отпустят и извинятся от моего имени. — Это хорошо. А я поговорю с женой Назарова. Она просто свинья. Изменять мужа можно, но не тогда, когда он на нарах сидит. — Верно, Дибич. Черный пес Макс медленно обошел кровать, на которой спал его хозяин. Почему он так долго спит? Жалко, что будить нельзя. Нельзя тревожить хозяина, пока он сам открыл глаза или не пошевелился. А Савенков отсыпался после вчерашней бессонной ночи. Он мог бы спать и до середины дня, но в девять утра сработал какой-то внутренний будильник, подсказав, что надо и честь знать. Пора выводить Макса гулять. Хотя Савенков не открывал глаза и не шевелился, черная овчарка почувствовала, что хозяин притворяется. Подойдя к кровати, Макс лизнул Савенкова в щеку. Потом зубами стянул простыню и забрался на кровать передними лапами, положив одну из них на плечо хозяина. Савенков понимал, что нельзя допускать такой фамильярности. Но Макс был настолько добрым и ласковым псом и смотрел так жалобно, что ругать его он не мог. Сам виноват, что спишь, когда пора гулять. — Понимаю тебя, Макс, сейчас идем. Ты уж прости, друг. Дела вчера были очень важные. Ночь в прошлую совсем не спал. Я понимаю, что это меня не оправдывает, однако двух убийц мы вчера взяли. Не скреби так дверь, я уже готов. Пойдем. Сделав свои дела, Макс почему-то потянул не на пустырь, а к метро. Савенков тоже был не против прогуляться к газетному киоску. По вчерашнему азартному настроению Фокина было понятно, что уже в этом номере актива должна появиться его статья. Купив газету, Савенков удалился из людных мест и устроился на бетонном блоке, который строители забыли на краю леса. Макс сел рядом и внимательно вглядывался в глаза хозяина. Статья была там, где и полагалось быть важной сенсацией — в правой верхней части первой полосы. И рядом была фотография. На ней Фокин обнимает освобожденного Диму Назарова. В заголовок статьи мог бы быть и более убойным, а так нечто нейтральное. Пора узнать правду. Автором статьи значился коллектив редакции. Савенков быстро просмотрел текст, пробегая глазами по строчкам и выхватывая отдельные фразы. «Незаконный арест журналиста-актива вынудил нас к активным действиям. Мы защищали свою честь и боролись за свободу Дмитрия Назарова. Нами была подготовлена ловушка или даже мышеловка для убийц. Статьи нашего внештатного сотрудника Савенкова стали приманкой, а наш главный редактор Фокин вызвал огонь на себя и вынудил убийцу пойти на контакт. Дальнейшее для нас было делом техники». Глубокой ночи на старой неказистой даче в присутствии при непосредственном участии нашего шефа Фокина был задержан один из убийц, юрист-оборотень по фамилии Рубин. В задержании основного преступника Семена Черниса принимал участие сам Фокин. Он шел один на один с матерым убийцей. «Справедливости ради надо отметить, что на этот раз и полиция тоже сработала нормально. Они умеют надеть наручники, когда убийцу подведут им под нос». Савенков смял газету и сунул ее в карман. «Вот так, Макс, даже меня в газете упомянули. И все здесь почти правда. Только почему они пишут, что моя дача старая неказистая? Вот здесь они соврали. У меня вполне нормальная хата». Конец повести Конец книги Март 2013 года Заведующая отделом Светлана Ходова Диктор Наталья Фролова Диктор Наталья Фролова